Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, кафедра строительные материалы и технологии. Лекция по дисциплине «Искусственные строительные конгломераты». На тему «Строительные конгломераты на основе органических полимеров и пластмассы. Разновидности искусственно-строительных конгломератов на основе полимерных связующих. Для студентов образовательные программы производства строительных материалов, изделий и конструкций. Лектор Абишева Алина Сериковна. Основные компоненты пластмасс. Некоторые термопластичные пластмассы вводятся в пластификатор, который, проникая внутрь полимера, вызывает его набухание. При этом уменьшаются силы межмолекулярного сцепления и облегчается форму емкость. Особенно необходимо введение пластификатора, когда температура деструкции и разрушения ниже температуры формования полимера. В зависимости от входящих состав компонентов, все пластмассы можно разделить на следующие виды. Пресс-порошки. Пластмассы с порошкообразными наполнителями. Волокниты. Пластмассы с волокнистыми наполнителями. Обчатобумажные волокна, стекловолокна, аспестовые волокна. Слоистые пластики. Пластмассы с наполнителями в виде ткани или бумаги. Текстолит, стеклотекстолит и китинакс. Литиевые массы. Пластики, обычно состоящие только из одного компонента – смолы. Эти массы классифицируют по типу смолы. Листовые термопластмассы, состоящие из смолы и небольшого количества пластификатора и стабилизатора. Органическое стекло – винипласт. По термическим свойствам пластмассы подразделяются на термопластичные, термореактивные. Термопластичные пластмассы при нагревании и под действием давления переходят в пластическое состояние, не претерпевая коренных химических изменений. Опрессованное и затвердевшее изделие можно вновь размягчить и придать ему прежнюю форму. К этой группе относятся полиэтилет, полистирол, органическое стекло и другое. Термореактивные пластмассы под действием теплоты и давлений подвергаются необратимым изменениям. Изделия из них нельзя размягчить и переработать заново. К этой группе пластмассы относятся текстолит, тетенпакс, стеклопластики и другие материалы. В качестве наполнителя здесь применяется хлопчатобумажная ткань, бумага, асбестовая и стеклянная ткань, древесный шпон. Свойства пластмассы. Средняя плотность пластмасс колеблется в широком диапазоне от 15 до 2200 кг на кубический метр. Наиболее низкую плотность имеют пористые пластмассы. Существенное влияние на плотность оказывают наполнители. В среднем пластмассы в 6 раз легче стали и в 2,5 раза легче алюминия. Пластмассы, как правило, имеют высокую прочность как при сжатии, так и при растяжении и изгибе. Предел прочности при сжатии и растяжении наиболее высокопрочных пластмасс, стеклопластиков, древесно-слоистых пластиков и других достигает 300 мегапаскалей и более. Свойства пластмасс Твердость пластмасс Это их способность сопротивляться внедрению других тел. Ее оценивают, относящая силу, под действием которой внедряется индентер к размеру отпечатка, образовавшегося при внедрении. Даже для таких наиболее твердых пластмасс, как текстолиты, наполнитель, хлопчатобумажная ткань, твердость примерно в 10 раз меньше, чем стали. Истираемость Свойства материала, уменьшающихся в объеме и массе вследствие разрушения поверхностного слоя под давлением истирающих усилий. Количественная истираемость оценивается в потере массы образца, отнесенной к площади истирания. Пластмассы, особенно эластичные, обладают низкой истираемостью. Стираемость, например, без основного однослойного поливилхлоридного линолеума 0,6 грамм на квадратный сантиметр. То есть примерно такая же, как истираемость гранита. 0,25-0,13 грамм на квадратный сантиметр. Свойства пластмасс Сопротивление пластмасс ударным воздействием, определяемое отношением ударной энергии на разрушение к площади поперечного сечения образца, достигает высоких значений для плотных пластмасс 50-150 кДж на квадратный метр и может резко снижаться по мере увеличения их пористости. Многие пластмассы, подвергаемые растяжению, характеризуются значительной деформативностью. Относительное удлинение, то есть превращение длины материала в момент разрыва к его первоначальной длине для полленок из полиэтилена – 300%. Поливилхлорида – 150%. В зависимости от модуля упругости выделяют жесткие, полужесткие, мягкие и эластичные пластмассы. Жесткие пластмассы разрушаются хрупкость с незначительным удлинением при разрыве. Мягкие пластмассы, полиэтилен и другие имеют модуль упругости от 20 до 100 мегапаскалей. Для них характерно высокое относительное удлинение при разрыве. Полужесткие пластмассы, полипропилен и другие имеют промежуточное значение модуля упругости – от 400 до 1000 мегапаскалей. Для эластичных пластмасс, резины и близких к ней материалов модуль упругости не превышает 20 мегапаскалей. При нормальной температуре деформации их в основном обратимы.